Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оону в ниде Иисус весь некую. Жена же некая имени Марфа пряты го в дом свой. И сестра, и бе, нарицаема Мария, я же и седше при ногу Иисусову, слышаше слово его. Марфа же молвишь о мнозе службе. Ставши же рече, Господи, не прижеши ли яка сестра моя, единоми остави служите. Рцу бои, да ми поможет. Отвечав же Иисус рече ей, Марфу, Марфу, печешися и молвишь о мнозе. Едина же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Бысь же икда глаголыши сия, воздвигши некая жена глаз от народа речи ему. Блаженочрево носившей тя и сосцы питавшей тя. Он же рече, тем же об обложении слышащий слово Божие и хранящий е. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня пятница, 21 сентября. И мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 10, из 38 по 42 стих, и главу 11, из 27 по 28 стих. И сейчас давайте найдем эти евангельские строки в русском переводе Нового Завета и послушаем, как они звучат на современном нам с вами языке. В продолжении пути их пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказала в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и сутишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Он сказал, «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Такие евангельские строки в сегодняшний праздничный день Рождества Пресвятой Богородицы мы с вами слышим. И вновь мы с вами являемся участниками этого события, беседы Господа с Марфой, с Марией. Видим, как Господь приходит в Вифанию с учениками своими, этот перегат Иерусалима. Здесь апостол Лука не упоминает селение, но, видимо, в своем Евангелии, когда он его кому посвящал и писал, видимо, люди знали и Марфу, и Марию, и знали, где они жили. Сразу же, что мы с вами можем отметить? Видим, что всегда находились люди, которые принимали Господа, которые не боялись осуждения со стороны фарисеев, старейших индейского народа. Не то, чтобы в этом плане жизнь Господа земная была легкая, нет. Просто мы видим, что всегда есть люди, сердце которых направлено к правде, к истине. Это, кстати, наунд христианам должно всегда служить неким утешением. Помните, Господь, когда говорил ученикам о том, что будут их и гнать, и преследовать, Он всегда их утешал тем, что говорят, что вот как ко мне относились, так к вам будут относиться. То есть всегда найдется тот, кто пожелает вам и послужить, и помочь. Почему? Потому что вы мои. Вы мои служители, вы мои помощники, вы мои соработники. И вот это всегда учеников, и учеников христовых, и дальших учеников всегда подкрепляло и поддерживало. Да, вот Марфа, Мария, вот, казалось бы, слабая женщина, вот они вот так вот бесстрашны здесь. Ведь это уже последние дни земной жизни идут. Да ну и совсем последние дни, времена уже заканчиваются здесь земной жизни спасителей. Они уже знают, как фарисеи злобятся на Христа, как ищут погубить Его, как все больше и больше лукавых людей приходит и пытается как-то искусить Господа, вести Его в какой-то грех даже, вот хотя бы словом. И вот они, несмотря на все вот это, неприятие злого мира, спасители, его учения, его призыва в Царство Божие, они остаются верными Ему. Знаете, хорошо, наверное, быть хорошими, когда все хорошо. Да хорошо быть добрыми христианами, называться таковыми, когда тебя за это не ругают, не бьют, с работы не увольняют, не садить в тюрьму, не убивают в конце концов. Да, вот оно просто. Но вот хватит ли сил у нас, если начнутся какие-то гонения, какие-то скорые. Вот здесь, наверное, всем нам надо всегда молиться, и в том числе вот и Марфе, и Марии молиться. Вот так, видимо, они принимают и в дом свой. И вот дальше мы видим два примера такого служения Господу. Видит этот пример Марфы и Марии, она всегда в духовном, в скотической жизни с тремя отцами вспоминается. Да, что Марфа — это пример такого деятельного служения, деятельного добра. Это исполнение заповедей любви к ближнему. Да, накормить голодного, надеть раздетого, да, посетить больного. Это дело очень важное, дело очень нужное. А есть другая сторона, есть другое делание, которое есть исполнитель любви к Богу. Это вот то, что называется святыми отцами созерцанием. Это когда человек с Божьей помощью, очистив сердце свое от страстей, он начнет там уже в глубине своего существа приносить постоянную жертву Богу. И вот как раз на примере Марфы и Марии мы видим разницу этих деяний. Одно без другого не бывает. Есть такое мнение, что когда Марфа стала заботиться об угощении апостолов Христа, что и Мария ей помогала поначалу. Помогала, да, действительно, будучи и доброй, и послушной младшей сестрой Марфы. Здесь она, конечно же, мы не можем предположить, что она сразу как-то и оставилась, что, мол, мне дела не до того, что ты там сейчас бегаешь по хозяйству. Да, я посижу, послушаю. Вот, все-таки, знаете, любовь к Богу, она всегда подразумевает любовь к ближнему своему. Тут без этого не бывает. Помните, как апостол Иоанн в своем послании соборно писал, говоря о том, что если ты не любишь ближнего твоего своего, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь? То есть, получается, если ты ближнего не любишь, а говоришь, что я Бога люблю, то ты лжец. Это неправда, не может в сердце уместиться вот эти две противоположные вещи. Ненависть кому-то и любовь к Богу. Просто здесь такое мнение святых отцов, что Мария в виде, что Марфа как-то начинается излишне уже здесь предаваться вот этой суете, что ли, суетливой заботе о том, чтобы как бы накормить людей, она доставляет ее и садится на Христа и начинает слушать его. Но Марфа продолжает заботиться о большом угощении. В общем-то, как всякая добродушная хозяйка, она это делает, это и хорошо, и замечательно. Видим, что Господь ее не останавливает. Не останавливает и даже где-то своим молчанием по отношению к ней, он ее до определенного момента поддерживает. То есть да, я соглашаюсь с тем, что делаю, что проделаю. Но это все до времени, смотрите, когда это заканчивается. Когда Марфа внезапно понимает, что почему это я здесь одна, почему я одна здесь бегаю и суючусь, почему моя сестра Мария мне не помогает. И вот здесь вот мы видим, что вот это вот внешнее добро, оно порой бывает слепым. Если бы Марфа немножко хотя бы задумалась о том, чем занята Мария, что она слушает слова Бога человека. Если бы она вот это вот осознала, конечно же, у нее бы язык не пошевелился упрекнуть свою сестру. Тем более подти ко Христу, прервать его беседу и сказать, что да, учитель, да, Господи, неужели тебе нужды нет, вот что, что, почему тут, да, Мария не идет, мне не помогает. Да пусть идет мне, пусть помогает, скажи ей, я там точно послушаю. Нет, здесь в этот момент она видит во Христе лишь только человека, которому она от всего сердца желает послужить, помочь, дело нужное, доброе. Но Бога она в нем не видит. А вот о Марии нам показывает здесь пример вот этого уже созерцательной жизни. Вот этой величайшей мудрости, мудрости, которая дает возможность увидеть человеку. Вот там мир, отдел, где этой мере остановиться. После чего должна быть вот эта уже тишина внутренняя, это вот прислушивание к голосу Божию. Мария это поняла, как здесь Господь сказал, она избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Как это понять? Все очень просто. Все земное, все внешнее, все внешние дела, они рано или поздно закончатся. А вот то внутреннее состояние, которое человек может создать в себе, оно идет с ним в вечности, будет всегда принадлежать ему. Здесь чем Мария занимается? Она слушает Христа, она питается словами его. Видимо, Марфа сама желает напитать его, как человека, а Мария относится к нему, как к Богу. Марфа выполняет дело любви к ближнему, а Мария исполняет заповедь о любви к Богу, всем своим сердцем, всем своим существом. Да, ну и дальше видим вот 11 глава, 27 стих, что видим. Одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Господу, блаженна чрева, носившая тебе, а сосцы тебя питавшие. Здесь восхваляется Пресвятая Богородица. Но женщина здесь восхваляет ее опять же в земном плане. Говорит, что да, вот велика та женщина, та мать, у которой такой сын. И действительно, если она смогла воспитать такого сына премудрого, который с полной всякой любви, то и сама она, конечно же, должна быть образцом вот этого вот и любви, и милосердия к людям. Но Господь дальше говорит, что, то есть, человек, ты не смотри опять же на внешнее что-то, что, помни, самое главное для человека — это не быть родственником кому-то. Самое главное — это вот слышать Слово Божие, соблюдать его. И вот в этом плане Пресвятая Богородица несомненно велика, несомненно превыше всех, точнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Что она действительно в своей жизни вела, например, как надо слышать Слово Божие, слышать, понимать волю Божию, всем своим существом ревновать и исполнение воли Божией, да и вот соблюдать его. За что мы и прославляем Пресвятую Богородицу, и Церковь будет ее прославлять отныне и до конца веков всегда. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, читали мы Евангелие от Луки, главу 10, с 38 по 42 стих, и главу 11, с 27 по 28 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!